здорово всем дорогие друзья сегодня будет очень интересное видео на вот такую жизненную но тему для всех и in cell в общем дорогие друзья рано или поздно любой in cell сталкиваться с такой ситуацией то есть с осознанием своей никому не нужности с осознанием своей там ничтожности соответственно он понимает что у нее у него никогда не будет нотя ну то есть если он изначально не выиграл генетическую лотерею то есть не родился чедом там с ростом на 2 метра там с ебалом ну как минимум 8 там ну девять из десяти то естественно но рано или поздно но поймет что но причина исключительно вот этом что у нее там никогда не было тя ну то есть там с возрастом и естественно начинает задаваться вопросом бля а хули там у моих норовесников бля уже там 16 лет мы появились тяна у меня там нахуй в 45 до сих пор никой не было вот и соответственно в определенный момент но перед любым и инсты и и целом встает вопрос стоит ли бета-баксить либо же но принять но блокпилл но соответственно вот это скорее уже философский вопрос то есть стоит ли но бета-баксить ну то есть для тех кто не стоит но бета-бакс это но когда но какая-то нутян с тобой исключительно из-за ну денег ну то есть не чувством не влюбленности не любви к вам но как но бывает исключительно в случае с чедами ну то есть то ну даже к норме сам но такого не никогда не бывает то есть норме с это могут вытянуть опять же за счет своей социальности но не просто социальности в комплексе с бета-баксом то есть но без бета-баксы никакой норме с там никому нахуй не нужен то есть несмотря на его социальность то есть многие могут могут отрицать вот это но посмотрите там опять же на своих но ровесников то есть если они не не чеды соответственно если у них там спросите сколько вы там ну тратить на свою ноутян он там начнет оправдываться якобы он там на на нее нихуя не тратит а в итоге выясняется что она у них там вообще нигде не работает а вот этот норме сам вьё будет сутками на заводе в общем дорогие друзья а вообще вот лично я но тоже с этим сталкивался и я думаю любой и и инцел невольно сталкивался с тем что несколько раз жизни он любом случае ну бета-баксил то есть в силу своей своего возраста в силу своей неопытности лично у меня ну такое случалось но первый раз там но лет в 16 либо в 14 я уже не помню то есть мне но понравилась однотянцы моей школы я написала и ну естественно учитывая что я не вышел и ебал вот не вышел на ростом но разговор у нас но был достаточно холодную ну то есть она мне не послала прям нахуй но но тем не менее отвечала она мне исключительно на а-а-а-а отебись то есть я но предложил и встретиться вот я написала вечером то есть но предложила встретиться завтра вот в итоге она пообещала мне написать но то есть она мне ответила достаточно но банально ну то есть я не знаю но будет ли у меня завтра время но то есть для тех кто не знает вот такой ну или там но подобный ответ всегда но поступает от ну но то есть всегда но поступает в том случае если вы там не родились чедом то есть например чеду но у тебя никогда не ответит вот так в стиле там не знаю я но подумаем то есть если же ну тебя нам отвечает вот так значит вы и и и и и и инцел вот и и тян ну то есть не хочет не горит желанием с вами встречаться но потому что она он никого не не чувствует ну то есть я ну опять же ну помню вот этот момент в итоге на следующий день естественно она мне не написала я написал и спросил ну типа бля но она там не ответил какую-то хуйню в стиле бля да там занята была ну то есть даже если ну тян действительно занята вот то ну ну как бы чеду она никогда не ответит вот так то есть я не знаю я подумал она максим может ответить в стиле там я завтра не могу но послезавтра могу например ну либо либо же там скажет многие ну обычно это там опять же если не завтра то это ну послезавтра то есть ну чеда у тебя никогда не будет мариновать ну потому что она но понимает что чед это там высокий но красивый это не какой-то инцел ну и естественно в тот момент я еще вообще никто не понимал в отношениях там во всей этой хуйне соответственно я сделал максимально но тупой жест я но пошел в магазин но купил шоколадку бля ну я но она как сейчас я напомню мне пиздец как стыдно за вот это то есть я ну пошел но купил шоколадку а в тот момент ну то есть естественно я там нигде не не работал то есть ну как принципе сейчас соответственно я ну потратил на это фактически свои последние деньги она жила в частном доме я то есть и но под забор вот засунула шоколадка я не знаю нахуй я я это и сделал в итоге но как я уже думаю все догадались это абсолютно ни к чему не провело то есть и вообще умный человек но понимать что вот эта вся хуйня в стиле но добиваться но подарки это просто на полнейших хуйня это не то что никак не поможет сделать еще хуже ну то есть но казалось бы то вы и и так в ее глазах ничтожество то есть если бы и инцел если вы не и че то если вы начнете ну дарить на подарки вы вообще ее чсв ну повышаете там до небес а свое опускать там вообще нахуй вот это уже даже не ну просто на землю а там ваше чсв забивается в земное и дедро вот это нахуй ну то есть это полничного пиздец ну и естественно уже там через время я ну понял ебать я дал долбоем был там я миллион раз но пожалел но в том возрасте еще не о том что он его потратил а в том что то есть лучше пьет шоколадку сам сажал то есть бля но потом еще второй раз у меня ну тоже был такой случай но мне на тот момент но было вот уже намного больше лет ну то есть это случилось там не помню либо в 2019 либо в 2018 то есть я уже на тот момент был достаточно осознанным человеком то есть я написал нотян она мне ответила то есть мы дарились встретиться но это ну как бы ну была нотян с моего города с которой мы невольно но пересекались в интернете но потом ну то есть и она писала чисто там ну ну как бы ну порвов лить и она мне то есть ответила мы созвонились опять же я там ну мы там о чем то но пиздели в итоге я уже не помню кто он предложил встретиться либо я либо она ну несу то важно ну в общем на первый взгляд наше общение зависалось очень быстро то есть не было там ну какой то хуйни вот как в первом случае что она мне вот она у дрова тян ответила типа я ну подумал нет ну то есть вот это ответил мне сразу то есть мы даже встретились в тот же день соответственно вечером но суть но такова что она на вот эту нашу встречу ну пришла с подругой нахуй с подругой и естественно умный человек но понимает если тян ну приходит с подругой это обозначает что вот это тян вас вообще не рассматривает в качестве ну куна то есть она вас но рассматривает исключительно в качестве ну друга вот ну ну то есть опять же это френд зона ебанно и на 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 тот момент я ну прекрасно вот это ну понимал но тем не менее чисто из интереса мне но было как бы ну приятно находиться там в компании но хотя мы там обсуждали всякую хуйню то есть и вот ну потом ну ну то есть я уже но понимал что она не рассматривает меня качестве ну куна но тем не менее не знаю что на меня нашло и там я опять же но пошел магазин ну купил бля но конфеты бля вот эти ну и бля шоколадный и опять же вот таким же образом вот ну то есть но она жила в квартире но правда то есть я ну пришел к ней домой я но постучал в дверь вот здесь на пороге я ну положу вот эти конфеты и съебал соответственно я не помню но то есть я думаю она догадалась что это сделал я ну то есть она подумала ебать олень там ебаный ну баба раб ну акукоп ну я о себе был в тот момент, ну, такой же мысли, но тем более, что самое интересное, в тот момент, ну, когда я покупал вот эти конфеты, то есть в супермаркете, я встретил еще одну тянь, с которой мы, ну, как бы, ну, тоже, ну, не то, что, ну, переписывались, но в интернете несколько раз, ну, пересекались, она сама, ну, ко мне, ну, подошла, соответственно, вот это любой умный человек мог бы уже воспринять за знак, вот, что не нужно покупать эти ебаные конфеты и нести к той, ну, то есть, ну, я в тот момент что-то об этом не подумал, вот, и подходит, а, соответственно, опять же, вот это ничем не закончилось, то есть мы не начали встречаться, но потому что любая, ну, понимающая тянь, ну, понимает, что если ее ну-кун, ну, дарит ей цветы, там, ну, дарит подарки, ну, значит, что, ну, просто, ну, конченый, ну, баба-раб там, ну, кукол, то есть, он изначально низкоранговый самец, и такого ни одна тянь не будет воспринимать всерьез, то есть, для отношений, ну, справедливости, ну, ради, вот, ну, потом мне вот эта тянь написала, ну, уже я, ну, то есть, мне, ну, было абсолютно неприятно общение с ней, ну, потому что она уже написала, ну, после ну, того, как я стал, вот, ну, создал ну, канал, ну, то есть, у меня она мне написала, ну, примерно, не помню, или ну, полгода назад, либо, там, несколько месяцев назад, соответственно, мне, ну, было она уже абсолютно неприятно, но, потому что я, ну, понимал, что она со мной хочет быть исключительно из-за моей, ну, популярности, там, славы, я, естественно, ну, послал ее нахуй, ну, ну, то есть, несмотря на то, что она мне нравилась, но это, опять же, ну, у человека должно быть чувство самоуважения, самоуважения. У меня оно, ну, пусть и достаточно, ну, притуплено, но, тем не менее, оно у меня есть. Так вот, дорогие друзья, и вот, если отвечать на вопрос, стоит ли, ну, бетабаксить, либо же нет, вот, либо же, ну, ну, принять, ну, блэкпилл, то есть, умные люди, ну, конечно же, выбирают второе, ну, потому что, ну, как бы, умные люди, ну, понимают, что, ну, ебля там, это вообще не базовая, но потребность, то есть, ну, без ебли можно охуенно жить, ну, то есть, есть даже, ну, теория, ну, реал об абсорбции спермы, то есть, ну, когда, ну, казалось бы, даже если у человека, там, он, ну, если он где-то возбудился, там, то у него вот эта сперма впитывается обратно, соответственно, он не теряет энергию вообще, ну, ну, то есть, хотя там можно часто услышать от людей, что они там говорят, бляда, я не могу, ну, без, ну, ебли там вся хуйня, ну, то есть, я хочу ебаться, но это, опять же, это лишь иллюзия, то есть, опять же, ну, под действием пропанды ебли, то есть, если человек откажется от, ну, дрочки, от ебли, он сам того не понимает, но поймет, что, а на самом деле ему ебля нахуй не нужна, то есть, у него даже худи не будет выставать там, то есть, ну, после недели воздержания, то есть, у него нас строится дофаминовый, но рецептор, соответственно, ему ебаться вообще, ну, будет не хотеться, соответственно, что, ну, бетабакс, что шлюхохотство, это, ну, полнейшая хуйня, то есть, даже если вы пойдете вот к шлюхе, но, которая, ну, ну, казалось бы, вы там не бетабаксите, но, тем не менее, никакая там ебля шлюха, никакая, ну, ебля стян, но, которая с вами исключительно из-за, но бетабакса не сравнится с той, ну, которая есть исключительно у чеду, то есть, ебля, ну, по любви, вот, стян, ну, когда тян с вами искренне, ну, то есть, не из-за чего, а из-за того, что она любит вас, но, опять же, если вот есть, ну, выбор, либо же, там, ходить к шлюхам, либо же, ну, бетабаксит, либо ничего, я, ну, лично, опять же, я выберу лично второе, но потому что, опять же, если вспоминать вот эти случаи, ну, когда я, ну, бетабаксил, вот сейчас, через время, я, ну, когда вспоминаю вот это, у меня, ну, пиздец, как стыдно за вот это все, то есть, я много понимаю, что, бля, ебать, я там бабарабом, ебаным ноэкоколдом был, то есть, я себя за это ненавижу вообще, соответственно, ну, как бы, если у вас есть вот такие чувства, а если у вас есть вот такие чувства, то есть, вот как у меня, ну, по прошествии времени, что вы себя-то ненавидите за это, значит, у вас есть чувство самоуважения, самоуважения, ну, то есть, вы, ну, понимаете, что вы, ну, поступали абсолютно неправильно, не нужно, ну, было вот этого ебаного, ну, бетабакса, то есть, лучше бы там, бля, я бы себе, за эти деньги что-то, ну, купил, ну, пожать. То есть, это, ну, полнейшая хуйня. Соответственно, если человек уважает себя, ему в любом случае, ну, бетабакс, ну, будет омерзительный, омерзительный, то есть, ну, противный, омерзительный, потому что он поймет, что, блядь, да я же себя не уважаю, если я, там, ну, добиваюсь, там, ну, какую-то, ну, пизду, то есть, дарю ей, ну, подарки, это же вообще, ну, полнейший, ну, пиздец. Да, ну, есть те, но которые даже спустя время вот это не осознают. Ну, то есть, они нас вот только себя не любят, что они думают, что вот это абсолютно нормально. Ну, то есть, наслушавшись, там, совету, либо же вот как сейчас модно, а они там говорят, бля, да, ну, то есть, ну, конкурировать за тебя нужно, ну, потому что, ну, других вариантов нет. А другие варианты есть, то есть, ну, блокпилл, наше все, то есть, смирение с тем, что, ну, тян есть исключительно учеду, то есть, ну, тян привычно, ну, понимание вот этого слова, то есть, ну, по любви. А все, что отличается от вот этого, то есть, ну, бетабак, шлюхоходство, это все, это, ну, полнейшая хуйня, но которая, там, но даже на одну сотую, там, на одну процента не сравнится с вот этими настоящими отношениями, но которые есть исключительно учеду. Соответственно, дорогие друзья, на вопрос, стоит ли, ну, бетабаксит, либо же нет, лично я считаю, ну-ка, теорически ответ должен быть нет, нет. Ну, бетабаксит, ну, полнейшая хуйня, это неуважение к себе, там, ну, развивайтесь, ходите на турничок, нахуй, лучше быть одному, чем быть с тян, но которая, там, ну, ну, там, но при малейшем, но в каком-то случае, там, например, у вас уволят с работы, она вас в тот же момент, ну, бросит, и в тот момент вы, ну, ну, но даже самые, там, ебанутые баба-рабы и куколды, но поймут вот всю ничтожность вот этой ситуации. В общем, дорогие друзья, было такое видео, если вам понравилось, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, до встречи в новых видео.